Для того, чтобы свернуть стягнение на эти активы, в любой стране нужно принять определенные законы. То есть должен быть закон. Если вот сейчас говорить просто, да, действительно, закона такого нет. Но парламент всех стран, где есть замороженные активы, а активы замороженные и могут быть заморожены, заморожены. То есть для этого нужно принять законы. Поэтому в США идет дискуссия, в Канаде также идет дискуссия, как бы Украина, кстати, приняла уже закон. И мы показали всему миру о том, что какой должен быть закон для того, чтобы можно было национализировать активы и направлять их в государственный бюджет. В данном случае, если мы говорим про замороженные активы Центрального банка Российской Федерации, то есть понимание во всего цивилизованного мира, что те убытки, которые нанесла Российская Федерация в нашей стране, она должна их возместить. В том числе и за счет замороженных активов Центрального банка. Поэтому нужно принимать определенные законы. Есть практика уже и раньше, то есть раньше же принимались, например, в США, кстати, в том числе, когда они заморожили активы Центрального банка Ирана и направляли там на возмещение. Они заморозили активы Центрального банка Волгинстана и также планируют направить их там на возмещение. Поэтому нужно принимать определенные законы. И сегодня наша страна ведет активную дискуссию. Не знаю, что она легкая, а так сложная. Очень вопросы по поводу того, как сделать так, чтобы этот ресурс пошел на восстановление нашей страны. И есть понимание просто. Да, мы хотим быстро это сделать, нам нужно это быстро. Но прогресс есть в этом вопросе.